Вау! Какие классные татуировки! Может, сделать себе такую? Но мне еще нет восемнадцати, и нужно разрешение родителей. Мама! Можно я сделаю себе такую татуировку? Пожалуйста! Что? Нет, ни за что! Она такая зануда! Тогда я сама все сделаю. Подожди! У меня есть идея! И мама не разозлится! Нарисуйте татуировку на руке маркером. Софи, я выбрала сердечко. Посыпьте сверху детской присыпкой. Хорошенько протрите и нанесите лак для волос. Смотри! Выглядит потрясающе! Хочешь посмеяться? Мама, смотри! Ты наказана до конца своей жизни! Но это же фальшивая татуировка! Я клянусь! Ох, девочки, вы такие выдумщицы! Ой, сегодня такой ветер! И почему я не надела ветровку? Эй! Иди сюда! Наверное, не стоило надевать эту шапку. Заколка! Я совсем о ней забыла! Думаю, я знаю, как все исправить. Если у вас вязанная шапка, проденьте заколку сквозь вязку. Тогда шапка будет держаться на волосах, и ее не унесет ветер. София, опять мечтаешь с зоопаркой? По крайней мере, это интереснее урока. Брайан хочет встретиться после школы. Так круто! Да! И почему я не надела сегодня что-нибудь посимпатичнее? Он подумает, что я ужасно скучная. Хотя... Ножницы могут мне помочь. Разрежьте футболку посередине, чтобы сделать из нее нечто потрясающее. Не торопитесь. Когда закончите, загните края. Теперь свяжите концы вместе. Затяните покрепче. Красиво получилось, тебе не кажется? Один разрез изменил все. Вау! Очень миленько! И ты использовала только ножницы. Впечатляет! Важно не только правильно наносить макияж, но и подправлять его в течение дня. Эта порядка слишком большая. А для кисточек место осталось? Без расчески не обойтись. Но и воду нужно обязательно взять с собой. Вот так. Есть еще местечко? Не капельки. Может, взять сумку побольше? Мне осталось уместить только эту мелочь. Эй! Какие симпатичные ватные палочки. Эм, Лили? Одолжишь пару штучек? Спасибо! Это будет круто! Зачем брать с собой всю косметику, если можно использовать ватные палочки? Просто окуните палочку в консилер. И когда наберете достаточно средства, достаньте ее из тюбика и положите в пакет. Не забудьте его плотно закрыть. Все готово. Такой набор куда угодно войдет. Даже в маленький карман. Все, мне пора. Пока, Бетти. Что за беспорядок? Ты серьезно? Наступило лето. А значит, приходится чаще брить подмышки. Ой, как хочется в туалет. Смотри, куда идешь. Бетти? А где твоя бровь? Я ее что, сбрила? Я не специально. Просто положи бритву, Бетти. Пожалуйста. Хватит! Что? Ты что, не видишь? Это же ужасно. Дай-ка подумать. С помощью ложки можно нарисовать идеальную линию. Сейчас построю форму брови. Я просто повторяю линию, видишь? А теперь закрасим по всей длине. Сработало. Даже незаметно, что она не настоящая. Посмотри сама. Дай в глину. Ты похожа гений макияжа, Лили. Ох, пронесло. Посмотрим, что бы надеть. Как насчет этого? Ну, нет. Она выглядит не очень. А если это розовая? Дырка? Откуда она здесь? Такое ощущение, что кто-то уронил на нее пиццу. А как насчет этой красненькой? Ни пятнышка, ни дырочки. Да, она в полном порядке. Ммм, по-моему, я круто выгляжу. Стоп. Плечи не на месте. Хмм, они и правда очень большие. Эй, браслетик, как думаешь, ты сможешь мне помочь? Проденем один подворотник. Затем наденьте сверху на ткань и браслет резинку. Вот так. Теперь повторите то же самое со вторым браслетом. Он встанет рядом с первым. Пришло время последнего. Его расположим с другой стороны. Ого, выглядит просто невероятно. Я даже не подозревала, что так получится. Мне кажется, это мой лучший наряд. Я пошла. Вырезаем из бумаги. Обожаю мастерить. О, она так удивится. С днем рождения, Энни. Ого, спасибо большое. Что ты прячешь за спиной? Ты про этот подарок? Это тебе. Вау, обожаю получать подарки. Что же внутри? О, это же юбка, которую я так хотела. Спасибо большое. Ты лучше всех. Надену прямо сейчас. О, нет. Она мне большая. Ай, извини. Но, похоже, я не запомнила, какой у тебя размер. Но, похоже, это можно как-то исправить. Ножницы? Не волнуйся, Энни. Я помогу. Чик. Да, это сработает. Снимай юбку. Пора за работу. Ножницы. Вы должны мне помочь. Разложите юбку. И сначала аккуратно отрежьте пуговицу, расположив ее в другом месте. А теперь пора разрезать ткань. Аккуратно режьте вдоль шва. И еще немного, пока не дойдете до самого конца. А теперь финальный шаг. Застегните пуговицу на новом месте. Готово. А теперь примерь. О, я так волнуюсь. Надеюсь, все получилось. Отлично. Выглядит даже лучше, чем было. Это самый классный подарок от самой классной подруги. Выглядишь потрясающе. Наконец-то свободный вечер. Что это может быть? О, боже, я совсем забыла о свидании. О, нет. Мои волосы все еще мокрые. У меня на голове такой бардак. Ну вот, еще сок закончился. О, кажется, у меня появилась классная идея. Спасибо. Этот стаканчик как раз то, что мне нужно. У вас влажные волосы. Тогда воспользуйтесь этим лайфхаком. Поставьте стаканчик на голову и начните закручивать вокруг него пряди одну за другой. Не забудьте о невидимках. Закалывайте пряди, чтобы они не распадались. Не останавливайтесь. Ну вот, все пряди на месте. Не забудьте закрепить последнюю. А теперь посушите свою неотразимую прическу феном. Сухие? Тогда доставайте стаканчик. И вот, на волосах Эми появляются идеальные локоны. Вау, Эми, тебе нужно в рекламе сниматься. Теперь ты точно готова к своему свиданию. Ого, как тебе удалось так уложить волосы? Ну, всего лишь маленький трюк. Эми, ты выглядишь потрясающе. О, я знаю. Идем на ужин? София, смотри. Эми, ты серьезно? Ой, прости. Вот, попробуй это. Это что, должно было помочь? Когда вы не знаете, как поступить, посмотрите эти бьюти-советы, и все наладится. Вау, Эми, как у тебя это получилось? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...